Орел и Решка Мега шумные. Мега контрастные. Это лучшее место для сезона мегаприключений. Но новый сезон сам себя не проведет. Так что знакомьтесь. Привет! Неопытный путешественник Оля Антипова и путешественник без опыта Антон Зайцев. Новые ведущие нового сезона Орла и Решки Мегаполисы. В этом сезоне вас ждут мега необычные, мегапровокационные и мегабезумные приключения. Кто из них будет мегабедным? А кто мегабогатым? Как всегда решит Орел или Решка. Всем привет и у нас для вас срочная новость. Сегодня последний выпуск сезона Орел и Решка Мегаполис. Вот и пролетели наши мега приключения в 19 самых ярких, самых шумных, самых контрастных мегаполисах мира. Как же красиво! Макао научил побеждать страх. Это просто потрясающе! Орео закружил в карнавале. Мехико проверил на прочность. Ханой шокировал. Пустите сюда, Оля. Кейптаун познакомил с новыми друзьями. А Лондон превратил в супергероев. Даже не верится, что наше путешествие вышло на финишную прямую. Но мы не расстраиваемся, потому что этот уикенд мы проведем в самом шумном, самом ярком, самом колоритном мегаполисе Индии. Мы прилетели в Дели. И как всегда все решат Орел и Решка. Как начинал сезон, так его и заканчиваю. Держи карту. Спасибо и за карму, и за карту. Дели – это самый безумный коктейль на свете, в котором смешались самые несовместимые ингредиенты. Рикши, макаки, бриллианты, сари, кари, айтишники, развалюхи, спорткары, небоскребы, дым, зелень, мусор, астрологи, мухи, песни, козы, фейерверки, танцы… Чего еще желаете? Слона на дороге? Здорово! Или может горящую жвачку? О, это будет самый жаркий уикенд нашего мега сезона. Поездка будет не из простых. Да, я бедный турист, но я бедный турист в Дели. А, между прочим, 100 долларов – это две зарплаты успешного белорикши. Как для столицы, цены на проезд здесь просто смехотворные. Автобус из аэропорта до центра города стоит 30 центов. Метро – 86 центов. Такси тоже очень дешевые. Правда, дешевое оно только для тех, кто знает одну хитрость. Таксисты прямо у выхода ломят цены для неопытных туристов. Но мало кто знает, что искать надо государственное такси. Черные машины с зеленой полоской. Она стоит в 4 раза дешевле – всего 6 долларов. Платить за государственное такси нужно в специальной будке. Сколько стоит доехать в центру, в централ парк? 400 рупий. У меня только доллары. Можно обменять у вас? Да, 65 рупий за доллар. Ну что, помчали? В этой машине нет кондиционера. Ручки практически отломаны. Сидения не сказать, что удобные, но зато тут чувствуется настоящий индийский дух. Вместо чехлов – пляжные полотенца. На потолке – перо павлина. Вон, на меня смотрят 4 пары глаз медведя и дед. Поездка будет не из простых. В Дели очень жарко, поэтому мне нужно что-то с ветерком. Это ягуар! Ягуарище! Это же дикое животное! Только в виде машины! Мой улётный ягуар «Ф-тайп» стоит 150 тысяч долларов. И цвет у него не просто болотный, а аристократический. У него даже есть официальное название – британский гоночный зелёный. Сначала показалось, что машина без кондиционера – это очень даже терпимо. Но это пока ты не встаёшь в пробку. Потом ты теряешь в килограммах 4-5 в зависимости от длины пробки. Вот почему индийцы такие маленькие. Они вытекают на сиденья. Делли встречает туриста густым, ядовитым туманом – смогом. Выхлопы миллионов машин и моторикш, строительная пыль, дым от сожжённого мусора – всё это беспощадно душит Дели. Когда находишься в Дели, через какое-то время у тебя начинается кашель, причем такой странный. Не мокрый, не с мокротой, ничего. Ты просто кашляешь и даже как будто бы чувствуешь, как ты выкашливаешь песок какой-то. Статистика шокирует. От болезней легких в Дели умирает около 30 тысяч человек каждый год. Это 80 человек ежедневно. Больше всех страдают водители рикши. Они редко доживают до 35 лет. Хотите узнать, насколько грязный воздух в Дели во время вашего уикенда? Посмотрите в специальном приложении. Оно показывает уровень загрязнения в разных городах. Если показатель не больше 50-ти, значит воздух чистый. Нью-Йорк – 54, Париж – 35, Пекин – 70, Токио – 38. А знаете, сколько в Дели? 182. Я не вру. Вот, смотрите. Поражает, как жители Дели относятся к смогу. Они не надевают масок. Не закрывают окна. Все время проводят на улице. Они считают, если смог есть, значит так надо. Они умирают и, кажется, им плевать и на свое здоровье, и на здоровье своих детей. В этом весь Дели. В этом вся Индия. В этом intentionally проводится все, что делается косметикой машины. Их, где ты? Лго-какальон! В этом не был я. Ви, ви! Ох... Ви! Их, как! Ви! Ах-不要! Не, как иди отсюда! Дели похож на поломанную машину времени. Здесь вообще никогда не поймешь, в какую эпоху ты попал. Угадайте, это 21 век или 15 век? В Дели современность и средневековье часто отделяет всего один метр. Рядом с чистящим обуви Чардж Пойнт. Масала, чай на улице и рядом европейская кофейня. Они жарят картошку на грязном блюде, но зато можно оплатить через QR-код. Где еще в мире можно увидеть такой контраст? В этом весь Дели, в этом вся Индия. Посмотрев на Дели, я не понимаю, где здесь тратить деньги. Поэтому я решила встретиться с еще одним богатым человеком, только уже местным. Который расскажет мне, чем они тут занимаются, как проводят время, на что тратят свои миллионы, а то и миллиарды. Здравствуйте, я Оля. Привет, я Анжели. Анжели Висваз, 23 года, владеет кейтеринговым бизнесом и свадебным агентством. Все знают, с каким размахом в Индии справляют свадьбы. Пышные процессии. Банкеты на 5 тысяч гостей. Средний бюджет 100 тысяч долларов. Так что сложно найти человека, который разбирается в индийской богатой жизни лучше, чем Анжели. Я решила встретиться с Анжели, чтобы она мне подсказала, на что в Дели можно потратить неограниченную сумму денег. Что тебе интересно узнать? Как проводят время столичные богачи? О, они живут в роскошных особняках, ездят на дорогих машинах последних моделей, отдыхают в вип-отелях. Но главное развлечение богачей в Дели – это выходить в свет. И хвастаться друг перед другом, у кого больше денег, связей, у кого моднее костюм и у кого больше бриллиантов. А еще все индийцы верят в карму, поэтому делают добрые дела. Если ты богатый, ты обязательно должен заниматься благотворительностью. Каждое воскресенье я езжу в трущобы и привожу детям подарки. А можно мне с вами? Конечно. Я такую возможность не могу упустить. Спасибо, вы мне очень помогли. У меня теперь даже столько дел появилось. Увидимся завтра, да? Да. Благодаря советам Анжели этот уикенд я проживу так, как живут индийские миллионеры. И вам покажу. Дели, как любая столица – это предел мечтаний всех провинциалов. Миллионы бедных индийцев приезжают сюда на заработки. И каждый промышляет как умеет – прямо на улице. Вот рисуют узор их Ной – мехенди. Вот чистят обувь. А вот уличный барбершоп, где стилист Раджеш подстрижет и причешет твою бороду. Вот уличный тату-салон. А вот уличный массажист. Интересно, вот если бы у нас кто-то взял покрывало, постелил за машиной и повесил вывеску массаж, к нему бы кто-то пришел, а тут успешный стартап. Это Индия, детка. Особой популярностью в Дели пользуются уличные астрологи, хироманты и нумерологи. Индиец ни одно дело не начнет, если ему не предскажут будущее по числам, звездам или по руке. Но самые удивительные – это физиогномисты. Люди, которые узнают судьбу по чертам твоего лица. Вижу по тебе, что твои счастливые числа 3, 5, 7 и 9. Потом физиогномист что-то прибавляет, отнимает, умножает и говорит во сколько лет ты умрешь. Доживу до 89 лет. Тут ему спасибо. Для серьезности у всех предсказателей стоят портреты с президентом. Но знаете, или я слепой, или это фотошоп. В Дели парад странных персонажей не заканчивается никогда. Могу сказать, что уши он чистит хорошо, не больно и профессионально. Если финансы вас не стесняют, смело воспользуйтесь услугами. Это отзывы об ушечистильщике. Уши чисто хорошо. Смотрите, это его инстаграм. Это его комментарии в инстаграме. Ага, уже чистит. Меня подставили, там не было этого. Где вы ее берете? Стоп. Перемотайте назад, пожалуйста. Вот, смотрите. В этот момент ушечистильщик незаметно подложил мне грязь в ухо, которую спрятал в руке и протолкнул своим железным прутиком. А потом начал доставать и причитать. Смотри, сколько я тебе всего достал. А зачем открывать рот? Это человек. Оу, это камень целый. Но это бы не поместилось в мое ухо. После того, как из меня вытащили серного демона, этот Дэвид Копперфильд начал исполнять новые фокусы. Он 1500 просит. 1500? Это вместе с ребенком? Чистка ушей для местного стоит 20 центов. А для туриста валенка – 20 долларов. Так навешать лапши на уши могут только чистить щеки ушей. Если только Санька поделится. Саша, поделись? Ребята, не бросайте меня. Будете в Дели – обходите этих шарлатанов десятой дорогой. А то вам почистят не только уши, но и карманы. В этот уикенд я покажу вам, как живут делийцы, у которых на счетах миллионы долларов. А поверьте, живут они в параллельной реальности. Первое, на что тратят деньги местные богачи – это дорогие игрушки. В богатой семье из четырех человек может быть четыре или пять машин. Детям по машине и родителям две-три машины. Богачи Дели покупают свои игрушки на колесах в салоне Биг Бой Тойз. Все индийские миллионеры выбирают яркие, сияющие спорткары. Добро пожаловать в Биг Бой Тойз. Спасибо. Чем я могу помочь? А сколько стоят ваши машинки? Вот Lamborghini Gallardo. 140 тысяч долларов и машина ваша. Что это за красавица? Это Мазерати Гран Туризмо. А это самая дорогая машина в нашем салоне – Феррари Калифорния. Ой, ты даже представляете, тут панель в коже. У всех это пластик, а тут это кожей прошита. А кто покупает такие дорогие машины? Звезды Болливуда, адвокаты, ну и молодые парни покупают своим девушкам. Правда? Где же они тут у вас ходят? У самой известной актрисы Болливуда при Янке Чопра целый гараж люксовых авто. А сколько сейчас стоит денег? Около 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов? Привет! Как богачи проводят выходные в шумном Дели? Давайте спросим у Анжели. Они со своими семьями прячутся от грязи и шума в курортных спа-отелях. Анжели сказала, что среди миллионеров очень популярен бутик-отель Роузиэт. Его называют оазисом посреди города. Когда гуляешь по территории отеля Роузиэт, начинаешь забывать, куда ты сегодня прилетел. Отель находится среди ландшафтного парка с двумя тысячами деревьев и чистыми водоемами. Вы слышите, эти райские птички, как они стараются, поют. Даже не верится, что это все в Дели. За воротами грязь, шум, куча машин. А здесь как будто бы рай наступил. Главная задача отеля – подарить ощущение полного спокойствия. И на эту задачу работает каждый сантиметр территории. Вот вы думаете, что это просто стена с плющом? А нет, это шумоизоляция, чтобы вы не слышали вот это бесконечное. Биби, папа, куда ты прешь, да я тут первый егал, да? Ну вы поняли в общем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вообще номер хороший, такой ничего лишнего. Что это такое? А, смотрите, можно с помощью планшета управлять номером. Цвет, телевизор, шторы. Open. Это похоже на занавес. Ждем артиста. У меня своя терраса! С бассейном. Класс, красота. И он заходит в другие номера. Теперь и я подыщу себе ночлег. Бетняки в Дели ночуют, где попало. На раскладушке, на улице. Или сопят прямо на пыльном тротуаре рядом с собакой. Те бедняки, у кого есть семья, строят себе халабуду на пустыре из тряпок, палок и мусора. А если бедняк зарабатывает 20 долларов в месяц, то он почти олигарх и может позволить себе жить в городских трущобах. А что же делать бедным туристам? Дешевле всего взять койку в хостеле за 4 доллара. Или отдельную комнату за 20 долларов, где нет окон, а вместо душа пластиковое ведро. Но я не хочу, чтобы моими соседями были клопы и тараканы. Да и денег, как для Дели, у меня еще навалом. Поэтому идем в трехзвездочный отель. Слушайте, для 36 долларов это просто хорома. Такое чувство, что из Индии перенесся в Европу кондиционер на всю стену. А вот это для Индии крайне невероятно. Это настоящий подарок и главнейший бонус в этом номере. У меня есть все. Горячая вода, у меня есть различные гели. Но главное, у меня есть душ. Еще и массажный. Но шик же. В Дели, если вам не повезло и вы родились в бедной семье, то вы будете питаться уличной едой, которая готовится вот в таких вот условиях. Уличная еда в Дели – это шок-контент. Продукты облепили мухи. Мясо разделывают прямо на полу и не только грязными руками, но и грязными ногами. Посуда, из которой едят и пьют люди, валяется на тротуаре и моет ее засаленными тряпками. В грязной жиже. Тут повсюду мусор. Запах разлагающегося, испорчившегося мяса на жаре. Запах мочи. Запах выжаренного масла. Я так хотела попробовать традиционную кухню, но смотря на все это, мне страшно проводить над собой такие эксперименты. Поэтому я пойду в дорогой ресторан «Индиан Эксленд». Здесь мне приготовят традиционные уличные блюда, но по высшему разряду. Ну а я со своим бюджетом пойду в район уличной еды Конат Плейс и попробую все то, от чего Оля отвернула нос. Сейчас будет эксклюзив. Я нахожусь на кухне лучшего ресторана в Дели. Посмотрим, как тут дела. Посмотрите, как все чисто. Все стоит в контейнерах. И ни одной капли масла. Посмотрите, какая вытяжка чистая. Я не могу поверить, что это в Индии. В Индии идеальная чистота. В ресторане «Индиан Эксленд» вип-гости едят на террасе, окруженной бассейном. Здесь белоснежные скатерти, а в воздухе витают аромат сандала. А на улице все едят, сидя на бордюре, окруженным пылью и мусором. А в воздухе витают ароматы грязных сандалий. Это традиционный индийский суп дал. Взял дал. Дал – это главное блюдо Индии. И оно очень просто появилось. Здесь всегда стоит сильная жара и мясо портится. Им нужно было придумать такое блюдо, чтобы и мяса в нем не было, и одновременно оно было сытным. Вот так и появился дал – похлебка из чечевицы с кокосовым молоком. Вообще не отличишь? Мясо тут, не мясо. Просто очень сытно, вкусно. Мясоеды, попробуйте. Вам понравится. Уличный супец выглядит так. А можно мне суп? Что? Суп наливают в пакет? Дорогому гостю с ножкой. Пакетированный суп. Извините, мой столик зарезервирован. Как его есть? Подскажите, как это есть? Понятия не имею. Если они не знают, почему должен знать я? Я могу сесть рядом? Спасибо. У меня нет золотой карты, но у меня есть вип-обслуживание. Это чикен карри. Это даже не суп, а просто курица в густой жирной подливе со специями. Спасибо. Курицу окунули в кипящий котел седьмого круга ада. Огнедышащий Антон. Будьте осторожны. В Индии все блюда обильно приправляют острыми специями. Индийцы считают, что специи обеззараживают еду и улучшают пищеварение. Мне интересно, парни хотят узнать, насколько мне понравился суп или что со мной станет после супа? Это пани-пури – самое популярное уличное блюдо Индии. Это шарики из теста, жареные во фритюре, в которые добавляются всевозможные начинки. А еще к ним идут соусы. В моем ресторане каждый соус шеф-повар разливает в отдельные колбочки. На улице пани-пури жарится в старом масле. Шеф-повар протыкает дырочку пальцем и запихивает начинку руками. А соус бодяжится в кастрюле. А вы туда пальчиком, да? Все туда пальчиком закидывали всю начинку. Все максимально пропитано специями, остренько. Ну а так по сути это беляш, жареный пирожок и внутри картофель, чечевица и вот какой-то супец. Мне не очень нравится. У меня во рту горит. На десерт в ресторане «Долад Кичат». Первое, что удивляет, это купюры. 3 тысячи местных рупий. А все потому, что долад на хинди означает богатство. Такой десерт часто дают молодоженам. Ну, чтобы деньги водились. Сама сладость – это холодный мусс из молока с шафраном и кардамоном. Его посыпают орешками и украшают сусальным золотом. Тут золото. Золото вообще едят. Как будто ты ешь кусок фольги, только супер-супер тоненькой и золотого цвета. Похоже на белковый крем с огромным количеством меда. Хоть сейчас бери и намазывай на коржи. И получится… Наполеон. На улице за десерт сойдет местная жвачка. В Индии придумали не только шахматы, математику и камасутру, но и вот такую жвачку. Называется пан. Выглядит она немножко по-другому, но по принципу такая же. Я тоже попробую. Как говорится, пан или пропал. Пан – это жвачка-конструктор. На лист бетелевой пальмы кладут орешки этой же пальмы. Для вкуса добавляют мускатный орех, кусочки вишни, граната и специи. Сверху кладут лед. И посыпают знаете чем? Гошеной известью. И поджигают. Еще могут полить сладким сиропом. Парни с зажигалочки. Впервые видел, как парни в прямом смысле надо мной угорают. Это очень сладко, но при этом ощущаешь вкус вот этой травы, как будто бы жуешь эвкалипт. Индейцы жуют пан, потому что он притупляет чувство голода и бодрит, как энергетик. Огонь вообще не чувствуется. Чувствуется только когда он к тебе приближается, а потом резко пропадает в твоем рту. Когда солнце садится и спадает жара, у Дели открывается второе дыхание. По всему городу выкатываются тележки с едой. Возле главного символа города – ворот Индии – собирается народ, как на киевском крещатике воскресенье. Но если хочешь настоящего колорита, нужно свернуть с протоптанных дорог и прогуляться по разным районам Дели. Я пошел в мусульманский квартал. Здесь совсем другой Дели. Все ходят в белых халатах и шапочках. Работает ночной базар. И дают бесплатные концерты возле мавзолея Низамуддина Аулия. Согласитесь, такая прогулка гораздо интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok Это последний выпуск сезона «Мегаполисы». По этому случаю мне захотелось праздника. А на праздники индийские миллионеры заказывают странное развлечение. Чтобы подчеркнуть свой статус, богачу мало сделать пышную процессию с пиротехникой, огнями и музыкантами. Особым шиком среди миллионеров считается аренда животных – лошадей, верблюдов и даже слонов. Слонов? О, да! Я поднялась! Это очень страшно! У него голючая головень такая здоровенная, мясистая. И волосюхи такие жесткие, как проволоки. Это очень дикие чувства, когда ты прям на слоне на его шее сидишь. Хе-хе-хе! Здарова! Хеллоу! Хеллоу! Для индийцев слон, как для нас – лимузин, представляете? Праздничный, свадебный транспорт! Когда ты верхом на слоне, ты не останешься незамеченным. Все сразу понимают, что у тебя праздник и ты сказочно богат. Богатым индийцам нужны слоны, чтобы показать свой статус, а бедным – чтобы прокормить свою семью. Вот как выглядит обратная сторона богатого праздника. Моего слоника Лакшми держат люди из трущоб. Он весь день стоит под палящим солнцем, прикованной цепью. Поблизости нет водоемов, поэтому вместо воды он посыпает себя пылью и сухими листьями. И перед катанием богачей эти листья просто сбивают с него сухой тряпкой. А управляют слоном – с помощью острого топора. У него топор в ушки. Зачем он топор повесил? Козлина. Они давят ему в ушко, чтобы он сушился. И на ушке у него уже кровь. Прости меня, пожалуйста. Если бы я знала, в каких условиях тебя содержат, я бы никогда в жизни тебе не каталась. Это священное животное. Почему он должен жить в таких условиях, в каком-то рабстве? Когда понимаешь, что желание превознести себя дороже жизни прекрасного животного, становится что-ли стыдно за нас, людей. Бедное животное. В Дели по улицам шастают полмиллиона обезьян. Я же говорил, Дели – контрастный мегаполис. Посреди огромного города в самом центре прыгают обезьяны. Вам плохо видно? Сейчас я их приманю. Раньше макаки жили в джунглях, но на их месте построили город. Макакам он пришелся по вкусу, потому что здесь на каждом шагу полно еды. Держи, подруга. Смотрите. Чарльз Дарвин, обезьяна, Антон, а дальше классные ведущие решки. Лучше уж я, чем другие. Я тебя запомнил. Это не твое. Я с тобой разговариваю. Обезьяны – это головная боль Дели. Они бесцеремонно выхватывают из рук еду. Эти наглые морды даже обчищают квартиры. Но обезьян в Индии нельзя бить и тем более убивать. Они тут считаются земным воплощением бога Ханумана и не менее священны, чем коровы. Чтобы макаки не плодились, им придумали подмешивать в еду противозачаточные средства. А пока тут советуют не смотреть макакам в глаза и не улыбаться им. Улыбку обезьяны принимают за оскал и могут наброситься. Пошел отсюда. А ну-ка! Я думал, что в Бразилии много диких обезьян, но тут много неприятных обезьян. В Дели, если у тебя есть деньги и статус, престижно заниматься благотворительностью. Раз местные миллионеры делают добрые дела, то и я сделаю. Привет! Для этого я встретилась со своей новой подругой Анжели и мы пошли в трущобы в районе Калкаджи. Хеллоу! Крущобы Дели – это какой-то конструктор из коморок, дверей, коридоров, лестниц и белья на веревках. Здесь влажно, душно и очень тесно. Люди живут буквально друг у друга на головах. Вот комната, где живет семья из пяти человек. А вот стремянка на второй этаж, где живет уже другая семья. Сейчас у нас все в настолько аварийном состоянии, что… А это дом, где я родилась и выросла. Да-да, вы не ослышались. Вчера Анжели мне рассказала, что она не из богатой семьи, а родилась в трущобах. Моя семья до сих пор живет там. Это прям как история миллионера из трущоб. Знакомься, это моя тетя и племянник. Вот и вся наша квартира. На этой кровати спала я с двумя сестрами, а брат спал на полу. Конечно, ни телевизора, ни кондиционера тогда не было. Это я недавно подарила. В этой комнате у нас и кухонные, и ванные принадлежности, постельное белье и вещи на веревках. А что это за ноги? Это отпечаток ног моего дяди. В Индии мы вешаем изображение 100 умерших родственников в знак памяти. Здесь же, в трущобах, я училась в школе. Учительница увидела, как я стараюсь, и нашла мецената, который оплатил мою учебу в университете. Если бы не это, я бы никогда не вырвалась из трущоб. В Дели есть одно не туристическое, но очень интересное место – храм Бангла Сахиб. Это храм одной из десятков индуистских религий – сикхизма. Вот так выглядит типичный сикх. Сикхи считают всех людей братьями. Они верят, что люди должны делать добрые дела и всячески помогать друг другу. Поэтому в храмах сикхов заведено устраивать бесплатные обеды. Здрасьте, а я могу пообедать у вас? Конечно. К нам приходят все – и бедные, и миллионеры. Важно понимать, что наша трапеза – это не подачка для нищих. Это символ равенства всех людей. Кстати, ты можешь не только поесть, но и помочь. У нас на кухне работают волонтеры всех кастер-религий. Просто заходи на кухню и тебе дадут работу. Спасибо. В храм входят босиком, обязательно надевают косынку и моют руки. Вот это, я понимаю, всем кухням кухня. Масштаб действительно просто поражает. Какие здесь огромные котлы и все шкварчит, жарится, печется, готовится. Понятно, как они могут прокормить целый стадион. Нет, я готов и мало того, я хочу помочь. Каждый день на кухне помогают 200 волонтеров. Работа найдется для всех. Хочешь – раскладывай подносы. Хочешь – наводи чистоту. Хочешь – раскатывай тесто. А можно сортировать продукты. Их, кстати, тоже приносят волонтеры. Тут готовят полтонны овощей за раз. Восемь котлов, в которых готовится чечевичный суп дал. Здесь вручную лепят лепешки чапатти. А здесь чапатти жарят. А здесь работает целая автоматическая линия по выпеканию чапатти. И еще бы, в денег здесь делают – сто тысяч. И только представьте, эта система работает без перебоя на сотни лет и кормит ежедневно целый стадион людей. Любой бы управляющий Макдональдса позавидовал. Вот, собственно, сама столовая. Здесь люди присаживаются на ковры и едят пищу. В день таких вот посетителей 25-30 тысяч. Бесплатный обед скромный – лепешка и похлебка. Это место – настоящий гимн человечности. Оно доказывает, что можно сделать мир лучше, начав с себя. И для этого не нужны большие деньги. Можно сделать это своим трудом. Сегодня мы с Анжелиной купили подарков для деток из младшей школы. Сейчас они подписаны на ковры и писаны на ковры. Му Pas Isu — это такое семье. Как девушка? Приятного аппетита с меня. Спасибо. Ну, что ты думаешь talvez не narrative Booyку. У нас ребенок, который ходит в школу – это обычное явление. А в Индии, если ребенок попал в школу и выучился – это целое событие для всей его семьи. Это шанс получить профессию и вырваться из нищеты. А если он будет хорошо учиться, его может взять под опеку какой-нибудь богач и заплатить за учебу в университете, как это было с Анжали. Но таких историй одна на миллион. А сотни миллионов других индийских детей не суждено стать грамотными и даже научиться читать. В Индии судьбу определяют не способности человека, а каста, в которой он родился. Если ты принадлежишь к низшим кастам, у тебя нет шансов попасть в элиту. В этом вся Индия. У меня такое впервые в жизни. И такие необычные чувства внутри, когда вроде как ты хотел принести радость детям, а они маленькой открыточкой, которую сделали сами, принесли тебе радости в 100 миллионов раз больше. Это будет мой самый главный сувенир из Дели. Друзья, «Орел и решка» мегаполисы прячет в этом сезоне последние 100 долларов. Ловите координаты клада в Дели. Улица Баба-Харак-Сингх-Роуд. Автобусная остановка Гурудвару-Бангла-Сахип. Бутылка спрятана за трансформатором JP185. Удачи! У меня в Дели осталось одно важное событие – наша финальная встреча с Антоном. А это повод принарядиться. Оооо, я в раю! Несите самые дорогие сари, какие у вас есть. Кажется, я нашла свое платье. Сари, точнее. Цвета спелого манго. Дели – это тот мегаполис, одного свидания с которым хватит на всю жизнь. И во время этого свидания вопросов появится больше, чем ответов. Как его есть? Пальчиком, да? Как можно так лихо врать? 1500 – это вместе с ребенком? Как можно прожить всю жизнь и не увидеть голубого неба? Как в желудке местных переваривают еду, больше похожую на жидкий огонь? Как оно жить и знать, что обречен все свои дни провести в нищете? Я тебя запомнил! Они вытекают на сиденье. Взял, дал. Уши чисто хорошо. Пакетированный суп. Бедное животное. Это Индия, детка. Привет, моя индийская принцесса, какая ты красивая. Что ты вообще за праздник тут устроила? Ну а как не праздник? Сегодня же последний выпуск сезона. Спасибо вам, друзья, большое за то, что вы нас смотрели и вместе с нами переживали все наши радости и горести в этих двадцати невероятных мегаполисах. И спасибо всем этим мегаполисам за самые удивительные и красивые закаты. И это было действительно большое и удивительное приключение. Но я одному человеку хотел бы лично сказать спасибо, который все время был рядом со мной. Хотел я этого, или нет, это тебе. Это тебе, Оля. Настоящее путешествие, это путешествие, которое можно разделить с человеком. И спасибо тебе, что вот эти двадцать мегаполисов ты делила со мной. И тебе спасибо. Давай вниматься. Спасибо тебе огромное. Это были Орел и Решка мегаполиса. Увидимся. Да обязательно увидимся. У меня для тебя есть подарок. Праздника. Вы себе приятно. Всем черепах за мой счет!